День за днём Грузовые пути, железные дороги Якутии подвели итоги работы за 2017 год По путям компании доставили более 5 миллионов тонн грузов Управление на местах В Якутске прошёл совет органов местного самоуправления Какие вопросы вошли в повестку и на что муниципалитетам стоит обратить особое внимание Растительность на крыше, сырость В квартирах жители одного из домов Хандыги несколько лет не могли добиться капитального ремонта здания, в котором живут Цифру в дом в Якутии завершили работу по организации цифрового теле- и радиовещания Республика стала единственным регионом страны, который не уменьшил масштабы реализации программы Лидеры России во Владивостоке завершился региональный этап всероссийского конкурса управленцев Более 300 представителей регионов Дальнего Востока боролись за места в кадровом резерве страны Президент России Владимир Путин на этой неделе выступил на форуме действий общероссийского народного фронта Россия устремлённая в будущее В своём выступлении президент говорил о важности сохранить то, что неимоверными усилиями создавалось в последнее время И о задачах на ближайшие годы В их числе создание новых точек для роста и развития всех российских регионов Что нам только с вами не предрекали в начале 2000-х годов Это и развал страны, государственный коллапс, это и вымирание нации Это неспособность ответить на вызовы, с которыми мы столкнулись в борьбе с международным терроризмом Невозможность решить многие социальные проблемы, выйти из экономических проблем И действительно, ситуация была очень сложной, а порой даже критической Но мы не только сохранили целостность и суверенитет России Не только успешно прошли трудный путь обновления Но и совершили настоящие прорывы по внешнему направлению в развитии Шагнули далеко вперёд и в экономике, и в социальной сфере, и в обеспечении обороноспособности страны Создали мощную базу, резервы, современный потенциал для дальнейшего уверенного движения вперёд Путин подчеркнул, что Россия сама достигла всего этого, и главное, благодаря усилиям её жителей При этом президент признаёт, что предстоит сделать ещё многое И формулирует главные задачи на ближайшую перспективу Команда «Молодёжка ОНФ» образовалась 4 месяца назад И поэтому главное для нас было это налаживание кристальных связей Познакомиться с другими командами, с ребятами Какие-то найти общие точки соприкосновения До дальнейшей работы проектной Потом мы подвели итоги работы за 4 месяца получается И поздравили победителей образа будущего страны Проекта, который направлен на поддержку молодёжных и каких-то проектов Инициативных, творческих проектов Мне было очень приятно, конечно, увидеть нашего лидера Владимира Владимировича Путина, побывать с ним на одной сцене вместе с Валерием Алексеевичем Это было замечательно, он вдохновляет, конечно, очень сильно на дальнейшую работу в Алатурной А в столице республики прошёл традиционный совет органов местного самоуправления Руководитель региона Егор Борисов встретился с главами районов республики На встрече обозначили основные планы на будущий год Среди них повышение доступности государственных услуг и устранение цифрового неравенства К слову, сегодня доступ к интернету имеют жители 512 населённых пунктов Якутии Это почти вся республика И теперь задача заключается в том, чтобы правильно использовать это преимущество С следующего года мы уже у себя в администрации планируем установить программный продукт Сет-дела, чтобы у нас внутри района улучшить электронный документооборот И, конечно, в будущем тоже мы планируем все населённые пункты подключить к этому программному продукту Во время беседы с руководителем региона подняли вопрос антикоррупционного контроля в отношении муниципалитетов Якутии По данным, за 4 месяца этого года было уволено более 900 чиновников за нарушение этого законодательства В следующем году появится реестр лиц, уволенных по утрате доверия Одной из тем, которую также обсудили на встрече, стала занятость населения Её содействие будет посвящён в следующий год в Якутии Именно в предстоящем году должны быть заложены системные механизмы борьбы с безработицей А подробнее о ситуации сегодня расскажет Елизавета Васильева Нюрбинский район – один из самых благополучных в республике по занятости населения На 25 тысяч человек всего 900 безработных, по официальной статистике При этом многие занимаются личным подсобным хозяйством, охотой и рыбалкой Среди поселений в Эдейском и Гильжинском на слегах и в селе Харула практически нет безработных На местах создаются фермерские коллективные хозяйства У них есть хороший поставленный уровень сельхозпредприятия Занимается заготовка молока Желать ещё лучшего надо, потому что у нас 18 сельских поселений и город Нюрба В следующий год мы будем объявлять в районе годом занятости и развития сельских социальных инфраструктур Мы будем уже уделять большое внимание занятости всех слоев населения, от малого до великого В Намском районе процент безработных три года назад был самым высоким по республике – 16% Между тем, близость района к столице позволяет развивать туризм, создаёт рынок сбыта сельскохозяйственной продукции Очень много приезжих, потому что мы рядом живём, да, с городом Якутска Люди в основном, они не зарегистрированы, как и бы Вот последние пять лет мы только снижение, ну это составляет где-то 14% Вот за три года мы только снизили 2% Разработали план мероприятия, буквально я вчера подписал распоряжение И в скором времени тоже план мероприятия подпишем И согласно данного плана мероприятия мы в течение 2018 года работаем Безработица в арктических районах сильно отличается от центральных и промышленных территорий Следующий год в Аннабарском районе объявят как год традиционных промыслов Это будет стимулом для развития занятости Проблема безработицы была, есть Последние годы мы проводим выездные обучающие семинары Соглашения подписываем с учебными учреждениями По соглашению с Алмазом Аннабара тоже выучили выездное И конкретно в Соскалахе 30 человек под работу в алмазном предприятии Эта практика будет продолжаться Уровень официальной безработицы в республике на сегодня 7% Но этот показатель не самый высокий в стране К примеру, в Иврейской автономной области он составляет 8%, на Алтае 11%, а в Тве 17% Один из эффективных механизмов это программа трудовой мобильности Наверняка вы знаете, мы с этого года реализуем проект местных кадров промышленности По результатам этого года мы сотрудничали с пяти компаниями Южной Якутии И по результатам трудоустроено около 2000 человек В уходящем году количество сокращений или увольнений значительно меньше, чем в прошлом году, в 2016 году Если в прошлом году было порядка 7400 человек уволенных на эту дату, на 1 декабря В этом году этот показатель 4900, то есть меньше Одна из причин безработицы в Якутии сегодня это привлечение иностранной рабочей силы, который составляет серьезную конкуренцию местным кадрам Но в этом году руководитель региона подписал два указа, которые ограничивают количество привлеченной иностранной рабочей силы на работу в Якутию Это касается здравоохранения, образования, транспорта, строительства и других отраслей экономики Указы направлены на защиту национального рынка труда Еще одна серьезная угроза не за горами, это повсеместная автоматизация рабочих процессов Поэтому подготовка кадров должна вестись уже для цифровой экономики В 2018 году борьба с безработицей станет одной из главных задач региона Елизавета Васильева, Григорий Охлопков, Якутия, день за днем В Москве в минувшую пятницу начался 17-й съезд Единой России Партия должна определить приоритетные задачи на будущий год, решить кадровые вопросы Согласно уставу проведут и плановую ротацию Генерального совета Одним из вопросов повестки стало решение об участии партии в грядущих выборах президента страны А именно решить, выдвинет ли партия своего кандидата или же поддержит кого-то в предвыборной гонке С подробностями из Москвы наши корреспонденты Около 2500 участников и гостей собрал очередной 17-й съезд партии Единая Россия Который начал свою работу вчера в павильоне ВДНХ в Москве Главная тема съезда – приоритетные задачи на 2018 год и выборы президента России 18 марта 2018 года Кроме того, произойдут и кадровые изменения, и прежде всего за счет увеличения количества региональных представителей В повестке плановая ротация Генсовета Единой России и его президиума А также переформатирование работы партийных проектов и утверждение основной модели предварительного внутрипартийного голосования На съезде проходит выставка партийных проектов Единой России, где каждый может получить полную информацию о том, как они реализовываются В первый день прошли обсуждения на семи дискуссионных площадках, на которых были подведены итоги первого года реализации программы партии И обозначены планы на следующий год и на перспективу Обсуждались ключевые вопросы развития страны – от социальной сферы до внешней политики Одна из площадок – экономика роста и благосостояния – была посвящена вопросам развития предпринимательства и промышленности Было отмечено, что две основные задачи – рост доходов граждан и восстановление экономики – выполнены Производительность труда в России по итогам 2017 года выросла на 2% Отмечался рост инвестиций в экономики Представители предпринимательского сообщества рассказали о своем видении экономического развития страны И озвучили ряд предложений, которые помогут стимулировать малый и средний бизнес Нам удалось достигнуть нескольких важных соглашений Во-первых, Центробанк и Минфин взяли на себя обязательство в ближайшее время реформировать валютный контроль С целью сделать его максимально легким и простым для экспортеров Во-вторых, Минпром, Минек и РЭЦ готовы разработать национальную экспортную стратегию и отраслевые стратегии Для тех перспективных отраслей, с помощью которых мы готовы будем конкурировать в мире В-третьих, мы понимаем, что для эффективного роста экспорта нужно сделать так, чтобы наши экспортные процедуры попадали в топ-5 по эффективности в мире Были отмечены успехи России в импортозамещении и подчеркнуто, что теперь надо переходить к импортонезависимости На площадке «Социальная политика» говорилось о том, как сохранить и повысить уровень благосостояния граждан и увеличить продолжительность их жизни Ключевыми темами дискуссии стали поддержка людей старшего возраста и оказание им помощи в трудоустройстве Партийный проект «Старшее поколение» имеет основные задачи Три стоит задача во что бы то ни стало способствовать развитию социальной инфраструктуры граждан старшего возраста Мы ведем партийный контроль за состоянием инфраструктуры государственных и муниципальных учреждений Вторая задача это безусловно создание условий для активного долголетия Третья задача очень важна это создание условий по доступности и качеству медицинской помощи пожилых людей Говорили о том, что нужны механизмы более активного привлечения инвесторов в социальную сферу Было заявлено, что в 2018 году Единая Россия разработает закон о создании фонда занятости людей с ограниченными возможностями здоровья В заключении мероприятия министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин сообщил, что в следующем году будет выделено более 300 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетникам Площадки прямо привязаны к установкам нашей партийной программы, с которой партия шла на выборы в сентябре 2016 года Сегодня была уникальная возможность у коллег обсудить итоги ее реализации за 2016-2017 годы Наметить наши планы на будущее Хочу напомнить, что Единая Россия является единственной политической партией, которая открыто отчитывается о выполнении своей программы И делает это не от выборов к выборам, но и в межвыборный период Первый день работы съезда завершило заседание комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы Единой России Под руководством председателя партии, премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева Татьяна Черемкина, Олег Южилкин, НВК Саха, Москва На съезде также выступил премьер-министр страны Дмитрий Медведев Он отметил, что программа партии это работающий документ, который должен исполняться в течение всей деятельности фракции в составе Государственной Думы На 2018 год в бюджеты заложены расходы по разделу социальная политика на сумму в 4,7 триллиона рублей Это, напомню, больше чем треть всех бюджетных расходов Во-вторых, был принят целый ряд социально значимых законов о бессрочной приватизации жилья О создании фонда защиты прав участников долевого строительства Поддержки молодых и малообеспеченных семей Кстати, последняя тема потребовала очень оперативной работы, с которой отлично справилась наша фракция в Государственной Думе Уже с 1 января следующего года сотни тысяч семей с детьми получат от государства расширенный пакет материальных гарантий Это как раз та ситуация, когда сработали очень быстро и успешно К другим темам, с нового года тарифы на перевозку грузов в Якутии снизятся в среднем на 75% Об этом заявили на пресс-конференции по итогам работы в 2017 году железных дорог Якутии Насколько это отразится на ценах на товары и услугах и с какими итогами компания завершает год, расскажет Юлия Михайлова Новогодний подарок от железнодорожников – новая тарифная политика с 1 января 2018 года на снижение Каждый вид груза будет рассчитываться индивидуально 12 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев поручил установить сниженные тарифы Сборы и плату надбавки на перевозку грузов РЖД с использованием инфраструктуры железных дорог Якутии Сегодня отрабатываются вопросы, связанные с заключением соответствующего договора между двумя хозяйствующими субъектами Это акционерная компания железной дорог Якутии и российские железные дороги По заключению договора с предоставлением услуг инфраструктуры железного транспорта и оказания услуг локомотивной тяги Как ожидается, новые транспортные тарифы отразятся на экономике республики положительным образом Ведь цена на доставку грузов железнодорожным транспортом снизится больше, чем в два раза Сейчас перевозка одного вагона груза с Томота до нижних гостях составляет порядка 150 тысяч рублей А по предсказанной тарифе это будет порядка 60 тысяч рублей То есть в два раза снизятся расходы транспортные на доставку продуктов питания, предметов первой необходимости, ГСМ и так далее Конечно, положительность кажется на экономике республики снизить транспортные расходы Предприятиям и предпринимателям необходимо иметь в виду, что львиную долю в тарифе занимает не сама доставка груза железной дорогой А подача вагонов, разгрузка, хранение товара Это 60% стоимости доставки Есть риск, что как раз те, кто владеет платформой, вагонами, а это многочисленные частные компании Могут взвинтить цены на свои услуги Железные дороги Якутии готовы информировать о ценах и тарифах с первых чисел января Хотелось бы действительно обратиться ко всем предпринимателям, чтобы пока особо не кидались в ум Не заключали некие договора, особенно с предприятиями, организациями из-за предела республики Потому что могут завести в заблуждение на наши предприятия И предложить такую уже дешевую услугу, которой не может быть на самом деле То есть мы 2-3 месяца отработаем, покажем все, дадим информационные возможности И тогда уже каждое предприятие, каждый индивидуальный предприниматель определится Либо он работает со старыми, своими коллегами и предприятиями, которыми он на сегодняшний день не работает Либо выбирает новое логистическое предприятие Якутский хлебокомбинат зависит от железнодорожного транспорта, как ни одна другая компания в Якутии По железной дороге доставляется практически все сырье для хлебопечения Мука, сахар, упаковка и все другие необходимые товары Сейчас грузы идут только до станции Беркагит А доставка в Якутск осуществляется затем автомобильным транспортом Если откроется станция Нижний Бестях, предприятие начнет экономить на доставке и существенно Если там существенное снижение будет, если это сильно повлияет на себестоимость производства хлеба То, конечно, мы будем водить через железные дороги Якутии Но сказать о том, что будет снижение цены на хлеб пшеничный, я сейчас не готов Потому что учитываются факторы, которые влияют на цену Это и цена на муку, это и цена на транспортное, это и цена на то сырье, которое необходимо для производства Это и затраты, которые необходимы при производстве основного хлеба Сдача участка дороги Томот Нижний Бестях в 2018 году упростит систему завоза грузов не только для хлебокомбината столицы 5 декабря подписано мировое соглашение о расторжении госконтракта с генподрядчиком Инжиниринговой корпорацией Транстрой и Федеральным агентством железнодорожного транспорта На завершающий этап строительства зарезервировано 2 миллиарда рублей Кто будет достраивать дорогу, решится в начале 2018 года Работу мы должны завершить в 2018 году И уже с 2019 года войдем в постоянную эксплуатацию со среднероссийскими тарифами Снижение стоимости перевозок в результате применения единого тарифа по сахару составит 17% По нефтепродуктам в среднем до 61% По углю в зависимости от его вида до 85% А в целом по Якутии при применении сквозного тарифа стоимость доставки грузов сократится на 75% Юлия Михайлова, Владимир Павлов, Якутия, день за днем Я напомню, вы смотрите итоговую программу Якутия, день за днем Далее мы поговорим вот о чем Растительность на крыше, сырость в квартирах Жители одного из домов Хандыги несколько лет не могли добиться капитального ремонта здания, в котором живут Цифру в дом в Якутии завершили работу по организации цифрового теле- и радиовещания Республика стала единственным регионом страны, который не уменьшил масштабы реализации программы Лидеры России во Владивостоке завершился региональный этап всероссийского конкурса управленцев Более 300 представителей регионов Дальнего Востока боролись за места в кадровом резерве страны Но об этом сразу после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Программа Якутия день за днем и мы продолжаем говорить о главных событиях недели и не только Жителям одного из домов Хандыги Тампонского района удалось добиться переноса капитального ремонта на сроки раньше запланированных На крыше здания каждую весну расцветает целая оранжерея Только такое ноу-хау не задумка архитектора, а нарушение при строительстве здания Вдобавок к этому постоянная сырость и грибок в квартирах верхних этажей Подробнее об этом расскажут наши корреспонденты Коробка дома возведена еще в 80-е годы, но из-за перестройки строительство было заморожено В 2001 году здание наспех ввели в эксплуатацию, чтобы заселить пострадавших от наводнения Пятый этаж был разобран, а пол стал стужить потолком Понятно, что может стать за 16 лет с таким заливным покрытием У нас целая плантация, посмотрите, пожалуйста, весной еще расцветет Летом вообще здесь у нас, как говорится, кусты, лес будет, короче Жильцы говорят, дом расходится по швам, везде плесень и грибки Они часто болеют, особенно страдают дети и пожилые люди Молодая семья Поповых воспитывает четверых детишек В этом году они купили четырехкомнатную квартиру в этом доме Из устаты позвали дедушку помочь с внучками-погодками 3-4-5 лет В квартире всегда сыро, из-за этого часто кашляю Сейчас посещаю дневной стационар, где прохожу лечение Осенью Поповы сделали капитальный ремонт, но усилия были напрасны Дожди все испортили В квартире Савинах такая же картина Из-за постоянной влаги уже начали замыкать электропроводки Куда только жильцы не жаловались, документов КИПа с 2010 года Не меньшую папку показывают и в ТСЖ Новый С заявками в разные инстанции, но ВОЗ и ныне там Мы созвали межведомственную комиссию Сделали акт по этому дому И совместно с администрацией этот дом все-таки с 1935 года Внесли в программу капитальный ремонт крыши на 19-й год Люди обращаются, по возможности мы всем помогаем, как можем Но ничего нельзя сделать, чтобы капитально, чтобы не бежала эта крыша Пока мы не сделаем крышу нормальную Администрация поселка Хандыга в октябре этого года Направила письмо в фонд капитального ремонта республики В нем они просили о перераспределении средств Стоящего на очереди по капитальному ремонту Дома по улице Магаданской, 19 На дом по улице Кудрявого Но пришел отказ Мы просили заменить этот дом на Кудрявого 31 Именно на ремонт, на проведение ремонта крыши На что нам было с фонда прислано письмо Что на 18-й год они не могут передвинуть ремонт кровли И просят обращаться в ТСЖ Либо управляющую компанию для проведения текущего ремонта По проекту стоимость крыши 10 миллионов рублей Такую сумму бюджет администрации поселка Хандыга не потянет Жильцам остается ждать и утешаться мыслью Что благодаря многочисленным хожелениям Они все-таки добились передвижки очереди На капремонт дома С 2035 на 2019 год Мария Винокурова, НВК Саха, Хандыга Другим темам во Владивостоке Завершился региональный этап конкурса Лидеры России Созвание лучших управленцев Боролись порядка 300 участников В их числе 28 якутян С 21 по 23 декабря Конкурсанты выполняли тесты На проверку управленческих навыков Решали различные задачи на деловой игре И не только Все эти дни за участниками наблюдала Сарглана Захарова Региональный этап всероссийского конкурса Лидеры России Собрал во Владивостоке 300 сильнейших управленцев Дальнего Востока Их одобрали из 20 тысяч претендентов На место в полуфинале А в конечном итоге в Москву На решающий этап Поедут всего 30 участников Все задания находятся в строжайшей тайне Перед самым началом Журналистов просят не раскрывать подробности Так как это создаст дополнительные подсказки Для участников других округов К которым еще предстоит пройти отбор В первой половине дня Прошло официальное открытие мероприятия В нем принял участие полпред страны На Дальнем Востоке Юрий Труднев В своем выступлении он поприветствовал Всех участников и организаторов А также он отметил, что Конкурс важен для всех сторон мероприятия В первую очередь для участников Чтобы найти дальнейшую дорогу жизни Для организаторов Чтобы сформировать сильнейшую управленческую команду Которая будет способна решать любые задачи А для страны и дальше активно развиваться Также он обратил внимание на то, что развитие Дальнего Востока Президент страны Владимир Путин назвал Объявил национальным приоритетом И за последние четыре года в стране Были приняты 22 федеральных закона На поддержку округа 77 актов правительства И было создано 4 института развития И все они создают новое инвестиционное пространство Которое, как он сказал, сегодня работает Это дает свои результаты Сегодня 26% всего объема прямых иностранных инвестиций Приходящих на территорию России Приходится на Дальний Восток На 4% населения Индекс роста инвестиций на Дальний Восток 110% Объемы строительства 111% Рост объема промышленного производства 3% На десятый процент Эти показатели кратно выше среднероссийского уровня И могут составить конкуренцию экономикой В любых иностранствующих странах Дальний Восток под особым вниманием Сегодня здесь строится больше тысячи новых предприятий Которым нужны сильные руководители Сказал Юрий Труднев Еще раз отмечая важность события У нас сегодня самые высокие показатели по развитию И для того, чтобы мы не затормозили Нам нужно постоянно быть конкурентами Сразу после церемонии открытия Началась конкурсная программа Замечу, что удаленно в отборочном туре Участники проходили тесты С теми, кто лучше всех справился с испытаниями Полномочный представитель президента Юрий Труднев встретился уже лично Как рассказал один из организаторов конкурса Директор высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров Юрий Труднев высоко оценил уровень подготовки участников И даже высказал намерение продолжить с ними и дальше работу Что касается Дальневосточного округа То мне очень приятно видеть то, что уровень участников очень высокий Поэтому я уверен, что ребята добьются еще высоких, больших успехов Один интересный факт Якутская делегация стала лидером по количеству участников женщин-управленцев В этом конкурсе, как сообщили организаторы Представительницы прекрасной половины человечества Довольно большая редкость по всей стране Они составляют всего 15% всех участников Учитывая наш проценталь в данном отношении Я, конечно, очень рада, что наши якутские женщины оказались более активны Но, тем не менее, я думаю, участвуя здесь Каких-либо скидок или каких-либо других разграничений По половому признаку Я думаю, что здесь такого не будет Здесь будет объективная оценка именно твоих профессиональных компетенций За настоящим лидером пойдут тысячи А вот что будет, если команда состоит полностью из опытных руководителей Напомню, конкурсанты работали в командах Они состоялись с представителями разных субъектов Дальнего Востока И то, как участники проявили себя в совершенно незнакомом коллективе Одно из немаловажных критериев оценки Многие у нас, естественно, как услышав задание Начали проявлять свои лидерские качества Говорить, что я буду организатором, я буду организатором Ну, приходится с этим как-то справляться Я опять же говорю, люди все равно опытные Они прислушиваются, если ты говоришь какие-то дельные вещи То они, естественно, прислушиваются к тебе И, значит, ты двигаешь твою идею Участники собрали все грамотные, профессиональные и лидеры Несомненно, лидеры это как усложняет каждое задание Так и делает его проще Потому что у каждого есть свое решение Оно интересное Но надо все вместе объединить, найти единственное верное И изложить это как мнение всей команды К слову, окончательные итоги будут известны только после прохождения всех полуфиналов Также отметим, что финалисты получат образовательный грант на сумму 1 миллион рублей Также победителей ждет один год личных карьерных консультаций От топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей Саргалана Захарова, Георгий Григорьев, НВК Саха, Владивосток В Якутии завершили работу по организации цифрового вещания За рекордные сроки цифровой сигнал пришел практически во все населенные пункты региона Официальный запуск состоялся И это не только качественная картинка, а новый уровень качества жизни Якутия стала еще одним регионом страны, который полностью перешел на цифру За несколько лет в Якутии возвели более 200 станций для передачи высококачественного сигнала Для специалистов работа в регионе стала настоящим вызовом Строительство потребовало не только досконального знания своей работы и профессионализма Но и мужество. Бригада и многотонная техника перебрасывались до отдаленных и труднодоступных территорий Наземным, водным и даже воздушным транспортом А бурить скважины приходилось в условиях вечной мерзлоты, скалистых грунтов и болотистой местности Но несмотря на все это, работы завершили в срок Якутия, по сути дела, завершает основной проект по строительству сырого телевидения в стране Потому что в федеральной целевой программе стоял показатель охвата населения сырым телевидением 98,5% До конца этого года по всей стране этот показатель будет составлять 98,4% Сегодня первый пакет из 10 бесплатных каналов в высоком качестве могут смотреть почти в 400 населенных пунктах республики Это 95% всего населения региона А жителям крупных городов Якутска, Нейрюмгре, Мирного уже доступны 20 каналов Антенна, кабель, подключение к сигналу других операторов Все это стоит денег Но нам посоветовали подключиться к цифровому телевидению И это намного лучше, да еще и бесплатно, в отличие от кабельного или спутникового Преимущество цифры заключается не только в экономии семейного бюджета, но и в качестве сигнала На которое, кстати, не влияют даже капризы северной погоды Ну а пока в бесплатный пакет входят только федеральные телеканалы Однако в будущем в республике планируют запустить и свое региональное цифровое вещание Технический регион уже готов выдавать несколько каналов Сегодня уже переходим, ставим вопрос о реализации этой программы на региональную Потому что республика сегодня настроена перейти на абсолютно новые технологии Высокие технологии, использование цифровой технологии Мы, тем более, задачи построить цифровую экономику Все это в совокупности по разным отраслям создают новые задачи И мы готовы, республика, решать эти задачи Между тем, покрытие цифровым сигналом самого крупного региона страны Стало наиболее трудным этапом реализации программы Но, как признают в Минсвязи страны, регион с этим справился Более того, на сроки и масштабы не повлияли и экономические процессы Руководство региона не только не снизило объемы на фоне снижения курса рубля Как другие регионы, но и увеличило их Программа была запланирована почти 10 лет тому назад За эти 10 лет серьезно многое изменилось в стране Изменились цены, условия, курс рубля и много чего другого Но на сегодняшний день, насколько нам известно Это единственное ФЦП, которое не претерпело ни малейшей коррекции Несмотря даже на уменьшение ее финансирования Все объекты были построены именно в том масштабе, в котором были запланированы ранее Более того, их даже стало больше, насколько мне известно Но на этом работа не заканчивается С 2019 года должна начаться работа по расширению количества каналов, доступных жителям в цифровом формате Не стоит забывать и о вышеупомянутом переходе в цифру регионального ТВ Тем не менее, цифровое, теле- и радиовещание уже не будущее, а настоящее информационных технологий Павел Танин, Марианна Кутукова, Саргалана Захарова, Екатерина Амосова, Владимир Павлов, Василий Слепцов, Якутия День за днем И последнее, 18 декабря по всей стране органы ЗАГС отметили юбилей, столетие со дня образования В Якутии за вековую историю зарегистрировали почти 3 миллиона актов гражданского состояния Это смена имен, фамилий, браки, рождение детей и многое другое Все это не только зафиксировали, но и сохранили в архиве, который в будущем должен стать доступен в электронном варианте О предстоящих изменениях, сохранившихся документах и достижениях работников ЗАГС за это время Расскажет Марианна Кутукова У вас данные хранятся с 20-х годов, а можно найти запись регистрации брака и их бабушки и дедушки? Да, конечно Сегодня в архиве управления ЗАГС Якутии хранят почти 3 миллиона документов Это все виды записи актов гражданского состояния Рождение, заключение, расторжение брака, смерть, установление отцовства, усыновление и перемена имени Продетские Василия Петрович и Ефрема Иванова Филиппова Это второй экземпляр А для чего люди обращаются в архив за такими данными? В случае отсутствия первого экземпляра по месту хранения обращаются уже к нам Тут уже, согласно нашему законодательству, мы выдаем Часто обращаются? Ну да, часто, в неделе, допустим, где-то человек 10 обращается Здесь в архиве можно найти очень много исторических данных и записей К примеру, сегодня мы нашли запись столетней давности О перемене фамилии Платона Алексеевича Аюнского Оказывается, раньше фамилия у него была Слепцов Однако 29 ноября 1920 года он изменил свою фамилию на Аюнский Запись его фамилии здесь на русский лад После буквы И краткая идет буква Ю, а не буква У, как мы сейчас привыкли писать Работа в архиве кажется спокойной и неторопливой Но это не так Рабочий процесс никогда не заканчивается Ведь каждый день кто-то женится, рождается, меняет фамилию и так далее Все эти изменения обязательно нужно фиксировать К тому же сегодня работники ЗАГС вручную вводят все записи в электронный архив Так как со следующего года по всей стране начнется создание единого государственного реестра ЗАГС Программа в первую очередь внедряется для удобства граждан Вот к 2020 году гражданин может прийти обратиться в любой орган ЗАГС И получить нужный ему документ То есть таких запросов, которые мы сегодня отправляем из нашего субъекта в другой субъект И ждем, когда мы получим, да, потом выдадим человеку Это будет уже исключаться То есть мы настолько уже будем приближены к населению, к гражданам, которые будут получать наши услуги Сегодня специалисты ЗАГС во всех селах и на слегах республики прошли специальное обучение Обеспечены программно-аппаратными комплексами Электронный архив Якутии, как и во всех субъектах страны, должен быть заполнен в течение трех лет Добавлю, что работники ЗАГС не ограничиваются только выполнением основных задач Кроме своевременной регистрации актов гражданского состояния Во всех районах проводят разнообразные мероприятия, направленные на поддержку института семьи, брака, материнства и детства Особой гордостью является издание книги «Золотые семьи Якутии» В этом году вышел уже пятый выпуск книги о секретах долгой и счастливой семейной жизни Стали уже традиционными чествования юбилеев супружеской жизни и торжественные выписки новорожденных Конечно, были очень удивлены, это большое событие Мы даже не знали, что есть такое Да-да, вообще не представляли, но, конечно, это очень радует И вот мы решили, все-таки давайте придем на торжественное вручение Пяти тысяч ребенок, может, будет что-то значить в ее жизни, в нашей жизни Конечно, это очень приятно, неожиданно В Якутии авторитет семьи в обществе повышается За последние три года рождаемость превышает смертность, обрачность, разводимость В этих положительных показателях, безусловно, есть заслуга работников ЗАГС, которые, к тому же, два года назад открыли школу молодой семьи Марьяна Кутукова, Владимир Таюрский, Якутия, день за днем Такое мы запомним уходящую неделю О том, что будет дальше, вы всегда можете узнать из выпусков новостей на нашем канале, а также на информационном портале nvk.defeasonline.ru А через неделю мы вновь встретимся и расскажем о главных событиях Я, Павел Танин, на этом прощаюсь Доброго вам вечера, хороших выходных и до встречи на нашем канале Редактор субтитров А.Семкин